приветствую друзья я виталий портников министр обороны республики беларусь виктор хренин заявила что его страна и российская федерация создают общую группировку войск главной целью которой является бороться с нестабильностью в европе и защитить россию беларуси от возможной военной опасности это заявление министра обороны республики беларусь свидетельствует сразу о нескольких фактах которые нужно понимать когда мы будем анализировать развитие ситуации в кризисе с украиной и вообще с теми планами которые есть у президента российской федерации владимира путина первый момент это то что не стоит в принципе ожидать окончания тех учений и которые были начаты владимиром путиным на белорусской те территории многие ожидали что о таком окончании объявит во время встречи президентов владимира путина и александра лукашенко но в результате от встречи при руководителей двух союзных стран добились исключительно продолжение проведения российско-белорусских учений на неизвестное время а теперь еще говорят о том что будет совместная группировка войск поэтому не имеет в принципе значения когда окончатся учения российские вооруженные силы теперь будут чувствовать себя на территории республики беларусь как у себя дома будут входить и выходить уже не по решениям относительно проведения совместных учений а по решениям которые будут определять функционирование совместной ки группировки войск так разумеется как этого захочется не александр лукашенко а владимиру путин и из этого можно сделать второй вывод белорусских вооруженных сил считайте просто больше нет это еще одно подразделение вооруженных сил российской федерации с этой точки зрения военная интеграция российской федерации республики беларусь стала куда более серьезной чем до последнего времени сейчас республику беларусь с точки зрения ее взаимодействия с вооруженными силами российской федерации можно сравнить разве что с самопровозглашенными абхазии и южной осетии с которыми российская федерация подписала соответствующее соглашение фактически превратившие так называемые вооруженные силы этих самопровозглашенных республик в части российских вооруженных сил вот именно такой процесс начинается сейчас во взаимоотношениях российской федерации и республики беларусь из этого можно сделать третье нападение российской федерации на украину с территории республики беларусь может состояться когда угодно для этого совершенно не нужно теперь проводить какие-то учения и концентрировать войска прямо на границе с украиной если учитывать того какие размеры у белорусского государства путин может быть постоянно готов к атаке на киев если будет считать что для подобной атаки для него открылась геополитическое окно при этом мы не знаем когда он сочтет что окно открыто это может быть через несколько дней буквально в ближайшие сутки а может быть и через несколько месяцев путин умеет ждать исполнение своих замыслов и мы убедились в этом по моему по новейшей истории когда в течение нескольких лет путин дожидался создания наиболее тяжелой ситуации с точки зрения международной безопасности с 2014 года когда он начал свое доступление на украину с целью отторжения и территории до 2022 года когда сейчас российские вооруженные силы вместе уже с белорусскими готовится к новому вторжению прошло восемь лет однако путин дождался момента когда он может использовать не только свою но и белорусскую территории для нападения на украину и сейчас фактически уничтожает белорусские вооруженные силы превращая их в части инфраструктуры российской армии и это достаточно хотя возможно и не необходимое условие для того чтобы завоевать украину и осуществить идею по инкорпорации украинских и белорусских земель в состав российской империи путинского тип из этого можно сделать следующий уже вывод сама независимость республики беларусь под таким же вопросом как и суверенитет украины если владимиру путину удастся оккупировать украину сломить сопротивление ее население насадить в оккупированной стране пророссийское марионеточное руководство он вне всякого сомнения предпримет шаги для того чтобы присоединить украинские регионы к российской федерации потому что как мы знаем на путин вообще отказывает украинскому народу в праве на существование как самостоятельному историческому субъекту и не верит вследствие своих шовинистических взглядов и крайнего невежества в право украинского государства на существование и тут нужно сразу же объяснить политической карты мира исчезнет и республика беларусь чьи регионы также будут присоединены к российской федерации и нужно вспомнить что путин отказывает в праве на существование не только украинцам но и беларусам и не знаем в каком виде это может быть сделано возможно владимир путин как и иосиф сталин до него не захочет терять места в организации объединенных наций которые будут необходимы ему для поддержки тех или иных агрессивных замыслов мы просто понимаем что на оккупации украины беларуси кремль не остановится что у него еще масса планов ну и тогда можно создать некое очередное союзное государство в котором украина и беларусь все будут лишь условными субъектами управляемыми из москвы но не утратят своего статуса субъектов международного права не хочется даже сейчас пытаться прогнозировать потому что мы прекрасно понимаем что все эти действия будут развиваться не только на фоне серьезной катастрофы будущего украинского и белорусского народов которые станут заложниками в хищных замыслах владимира путина и его окружения но и на фоне крупнейших гуманитарные экономические катастрофы 21 века которая захлестнет и европейский континент и саму российскую федерацию и мы совершенно сами сейчас не можем предсказать подробности этой геополитической гуманитарной экономической и социальной катастрофы но можем сказать с полной уверенностью что действия президента российской федерации владимира путина ведут именно к такой катастрофе но путин к ней идет и то что вместо того чтобы вывести российские войска с белорусской кей территории он навязал александру лукашенко учения который кстати говоря не очень нравились белорусского правителя вспомнить что еще несколько дней назад министр иностранных дел беларуси владимир макеев утверждал что российские войска покину территории беларуси сразу же по окончании ученик как видим учения продолжились и войска не покинули территорию и сейчас речь идет о совместной группировке войска которая подразумевает что большая часть этих войск вообще никогда белорусскую территорию не покидит в общем если на сегодняшний день на 9 20 февраля 2022 года мы можем еще сказать что украина не является государством которое оккупировано российской федерации хотя часть украинской территории уже находится под контролем российских оккупационных войск я имею ввиду крым и районы донецкой и луганской областей то беларусь на наших глазах даже без войны становится таким оккупированным государством где российские вооруженные силы становятся фактором политики и власти и где правитель государства становится не просто чужой марионеткой потому что марионетичность лукашенко возникла достаточно давно и это тоже небольшая новость а самое важное что в ситуации которая сейчас сложилась мы можем говорить о том что этот правитель готов предоставить территорию собственного государства для агрессии против соседней страны и готов отказаться от суверенитета собственных вооруженных сил только для того чтобы сохранить свою власть и это конечно новая ситуация и в истории с украинским кризисом и в истории самой белорусской государственности спасибо друзья оставайтесь на этом канале подписывайтесь на него подписаны мои социальные сети на канал в патреоне который помогает нам развивать эти проекты удачи